Планета Дзюдо Это интервью с новым поколением тренерского коллектива клуба И это будет у нас Илья Ситник Вот он сзади, а здесь у меня детвора, с которыми он занимается Илья Ситник молодой тренер, который проводит занятия в этом клубе И мы сегодня посмотрим, как он проводит занятия Побеседуем с ним, зададим ему ряд вопросов Я думаю, что это будет интересно видео тем, кто тоже только начал тренерскую деятельность И увидит, как проводят занятия молодые специалисты А также это будет интересно уже опытным, зрелым тренерам, учителям дзюдо и физического воспитания Чтобы они увидели, как молодые специалисты проводят занятия тоже И дали свои комментарии, могут быть отзывы, какие-то советы Молодым начинающим, делающим, так сказать, первые шаги в тренерской деятельности Тренерам дзюдо Ну давайте пойдем дальше и потихоньку будем снимать Пробуй, смотри, как ребятки делают Илья, здравствуй, красавчик Ну, первый вопрос, самый простой, наверное, а может быть и нет Дзюдо, это сложно? Дзюдо, это интересно и долго Да, но не сложно Я так скажу Илья, небольшую историческую справку Когда ты пришел заниматься дзюдо Кто твой первый тренер и в какой клуб ты пришел заниматься? Пришел я сразу вот в этот клуб, где набор содружеств Раньше он по-другому назывался Пришел я в первом классе Я сразу начал вот сей Борисом Орловым заниматься Я помню, что, почему я вообще пришел У меня друг во дворе был Он пошел на карате Правда, через месяц бросил, а я загорелся куда-нибудь пойти И вот тут до сих пор С первого класса Вот Ну что, тебе это нравится? Да, в целом все устраивается классно Илья, ты немножко рассказал нам о том, как ты пришел в дзюдо А скажи, была ли какая-то причина, по которой ты вдруг решил стать тренером? Ну это скорее даже не прям причина Это так получается просто, все вот так идет И Были потуги заниматься чем-то и другим Вот Но как-то меня вернуло обратно в эту колею спортивную И сейчас понимаю, что Ну я здесь комфортно очень себя чувствую Вот То есть как-то само собой Да, я не знаю, вот так вот Я здесь комфортно очень себя чувствую Да, я здесь комфортно очень себя чувствую Да, я здесь комфортно очень себя чувствую Илья, скажи, твое представление о том, что такое тренер до того, как ты начал тренировать и сегодня Насколько оно изменилось? Ну оно разное Просто Когда начинаешь работать Начинаешь думать Немного как дети Чтобы Ну чувствовать, что происходит Вообще Как только приходишь Есть ощущение, что Они вроде такие же взрослые, как ты Взрослые Что такое взрослые Вот В общем, относишься как-то по-другому к ним сначала Ну без пояса, Борис Вот А когда уже работаешь И отношение к ним меняется Стараешься понимать Ну разные, в общем, представления были Отличаются от действительности Ну ты вот работаешь с детьми в основном, да? Основная твоя деятельность как тренера Но у самого пока детей нет Не мешает ли это тебе? Потому что некоторые, знаешь, как-то вот Когда есть свой ребенок Ты, ну, чувствуешь, что такое ребенок И когда нет Вот Как ты думаешь? Или у тебя внутри что-то есть такое Чутье какое-то? Ну, может что-то есть, не знаю Ну, не мешает Мне кажется, не мешает, что у меня нет детей Наоборот Я не уставший И заряженный Вот Давай теперь Дверь-дверь вдвоем Против него Аккуратно Это борьба Это тренировка Это борьба Это тренировка Это борьба Чтоб молиться Не, скажи, что правда Мне, хочешь, мы тебя есть, хочешь Мне, хочешь, у меня парни Вот здесь Парни В Клубе единоборств Содружества нет случайных людей и тот факт, что весь тренерский коллектив клуба это все ребята и девчата, которые вышли из этого клуба, которые начинали здесь тренироваться сами как ученики, потом росли, достигали каких-то своих определенных рубежей, улучшали свои познания в области дзюдо и физического воспитания, сегодня потихоньку переходит уже и становится тренерами. Это такая преемственность поколений и на мой взгляд это очень хорошо, потому что все чувствуют некую свою такую ответственность не только перед детьми, с кем они занимаются, перед своими воспитанниками, но также и перед теми родителями и перед самим клубом, хотя клуб это такое понятие неживое, но вроде бы на самом деле это такой живой организм, где все взаимосвязано. Поэтому мне, как человеку тоже не случайно снимающего репортаж в этом клубе, очень приятно, что у меня есть такая возможность делать репортаж из этого клуба. И я думаю, что будущие поколения и учеников, и тренеров дзюдо в этом клубе будут улучшать свои познания в области дзюдо, физического воспитания и педагогики. Илья, скажи, пожалуйста, как... Иди, Борис. Ну тогда сядь. Скажи, пожалуйста, вот что бы ты выделил для тренера такие основные важные какие-то задачи или такие пункты на сегодняшний день? Что важно для тренера? Ну вообще в первую очередь не навредить. Это самое главное. Себе? Ну, своими действиями какими-то. Разные ситуации бывают. Ученикам не навредить? Да, конечно, ученикам. Это самое главное. И отсюда как бы и все остальное отходит. Если можешь, если... Как это сказать по-человечески? Говори, Кашу. Вообще, наверное, я больше пользуюсь вот не навреди. Прям это все охватывает. Ты думаешь сначала об этом, дальше думаешь, окей, как я могу помочь. У него что-то не получается у ребенка. Как я могу помочь? Ну и так как-то по цепочке. Но самое главное не навреди. Илья, ты сказал, что ты пришел в первом классе к тренеру Алексею Борисовичу Орлову. Сегодня ты как тренер, скажи, ты в своей тренерской деятельности копируешь Алексея Борисовича? Те знания, которые ты видел, как он начинал тебя тренировать. Насколько это отпечаталось в тебе, что ты это транслируешь сегодня в своей деятельности? Ну, отпечатывай сильно, потому что действительно транслирую. Это какая-то база, с которой хорошо начать. Вот. Я стараюсь как-то экспериментировать, но без... Чего ты не кусаешься? Скажи, чтобы он не кусался. Ну, невозможно без практической базы. То есть, не почувствовав самому, сложно бы было тренироваться. Поэтому это важно и это сильно отпечаталось. И на моем подходе, ребята. Илья, как ты, как тренер, повышаешь уровень своей компетенции в этой деятельности? Ну, пока что очень много всего есть в интернете. Очень много каких-то элементов, которые можно подцепить. Ну, опираюсь я в данный момент на базу, которую дал мне Алексей Борисович. Годовой план, с которым я работаю. В рамках него какие-то эксперименты я делаю. В первую очередь, это свободное время теоретические материалы просматриваю. А во-вторых, порой прихожу посмотреть, как проходят тренировки. Ты имеешь в виду у других тренировок? Смотреть, как они решают некоторые проблемы. Вот. На данный момент пока все. Все я использую в планах. Возможно, не какие-то курсы, чтобы... самому более грамотно строить программу. То есть, возможно, отходить от того, что мне дали. Для этого мне пока не хватает каких-то теоретических знаний. Быть тренером это сложно. Да. Я, конечно, не в полной мере это прочувствовал. Но у меня пока нету ребят, которые ездят на соревнования. Уехал утром, приехал поздно вечером. На следующий день еще куда-то поехал. Вот этого я пока не прочувствовал. Но, да, это эмоционально как-то сложно. Поэтому, да, сложно быть тренировка. Илья, еще совсем недавно ты сам был учеником. И практически вот как эти ребята изучал азы, дзюдо. Какая у тебя была мечта? Мечта. Вообще хотелось быть тренером. Вот всегда, когда занимался, пока сам занимался, всегда мечта была быть тренером. Даже меньше, наверное, была мечта быть чемпионом. Олимпийским, чемпионом мира. Скорее, хотелось быть тренером. Вот. Сегодня ты в начале тренерского пути, да? И какая сегодня мечта у тебя как у тренера? Не знаю, прям какой-то большой мечты у меня нет. Хочется просто, чтобы больше, как бы, детей как-то со спортом связали свою жизнь. Не прям связали, а чтобы он оставался у них. Чтоб они полюбили двигаться, чтоб они тело свое чувствовали лучше. Вот, скорее, это хочется сделать. Своей деятельностью тренером. Мечты нет никакой, правда. Хочется... Есть у меня мечта, мне хочется жить там, где тепло. Так? Илья, вот смотри, в этом зале вот есть вот такие слова, контроль, искренность, уважение, вежливость, там, дружба, скромность, храбрость, честность. Это все-таки этические качества, так сказать. Вообще, на твой взгляд, способны ли занятия дзюдо сформировать эти качества у человека? Ну, конечно, тут, ну, при... Это должен быть, на самом деле, такой комплексный подход. И мне кажется, наш клуб в целом, в целом, хорошо справляется с этим. Сборы проходят. Ребята... Во многом, действительно, сборы очень хорошо сплочаются. Потому что большое количество детей, все живут вместе, порядок. И... В общем, способны. Нужен комплексный подход со всех сторон. Это должно быть прям частью жизни становиться дзюдо, на самом деле. Чтобы оно воспитало тебе что-то. Если ты ходишь... Тяп-ляп, ничего... Не пытаешься как-то вникнуть, То... Тяп-ляп и будет. Тяп-ляп и будет... Ты любишь,umble! Ты любишь, что любишь? Ты любишь. Тяп-ляп и будет. Первый епар, миле ночи. Не надо два элемента томичь. Ну, что ты... Илья, у тебя есть возможность самому себе сделать пожелание в будущее. Но я имею ввиду, тренер Илья Ситник сегодня, 10 февраля 2023 года, дает пожелание Илью Ситнику, тренеру, в будущее. Что бы ты мог сообщить? Я бы даже, наверное, не сообщил и бы вопрос, наверное, ему передал. Сохранил ли ты в себе какую-то жизненную силу, энергию, какой-то позитив и веру в лучшее? Осталась ли вот эта жизнь, как много этого в жизни, чтобы он подумал, все ли у него хорошо и чтобы подумал. Спасибо. 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 Спасибо.